Коллеги, всем доброго времени суток. Для начала представлюсь. Меня зовут Арсений Дмитренко. Я являюсь руководителем направления управления разработки и сопровождения аналитической отчетности фонда развития промышленности. Фонд занимается предоставлением целевых займов промышленным предприятиям на льготных условиях. Для начала, наверное, стоит пару слов сказать, как в принципе FineReport появился в орбите наших аналитических инструментов. После событий 2022 года мы начали искать замену ушедшим западным BI инструментам, и коллеги из сообщества порекомендовали обратить внимание на FineBI. Мы запросили тестовые лицензии, начали активно тестировать, но в ходе реализации первых задач нам сразу стало понятно, что совсем нам не подходит подход с селс-сервис, потому что наши заказчики, наши пользователи отчета, они хотят получить конечный продукт без дополнительных трудозатрат, то есть готовый отчет. И более того, в фонде за несколько лет уже сформировалась форма регулярной отчетности, над которой работали в том числе коллеги с отдела дизайна, и функционал FineBI в принципе не позволял повторить тот целевой дизайн, которым мы стремились. Собственно, мы решили попробовать воспроизвести часть отчетов из целевой группы на FineReport, и были приятно удивлены, что удалось достаточно быстро и легко реализовать группу отчетов. Более того, нам инструмент показался интуитивно понятным, простым, с хорошей документацией. Более того, приятным немаловажным фактором для нас явилось наличие приложения, которое позволяет получить доступ нашим пользователям к их отчетам привычным из любого места. Вступительная часть, наверное, завершена. Теперь я постараюсь продемонстрировать наши наработки, поделюсь сейчас экраном. Ахшини, спасибо, что согласились сегодня с нами провести этот вебинар. Будем рады увидеть FineReport в деле. Да. Ну, пару слов я скажу о, в принципе, аналитике, в аналитических отчетах нашей компании. Аналитика, в принципе, можно разделить на два направления. Это плоские отчеты табличные, которые разработаны на MS SQL сервере. Извиняюсь. На репортинге. И регулярные отчеты, которые формируются еженедельно и ежемесячно. Основные пользователи их руководства. Вот мы как раз и основным инструментом для демонстрации и подготовки этих отчетов избрали FineReport. Вот я хочу продемонстрировать основной, наверное, один из главных отчетов регулярных. Ежемесячный отчет для наблюдательного совета. Этот отчет демонстрирует разностороннюю аналитику деятельности фонда. Как видно на экране, начальная страница отчета представляет собой некое превью, где представлены эскизы, входящие в отчет дашборд в виде плиток. При нажатии на плитку, соответственно, происходит переход на соответствующий отчет. Начнем с самого простого. Это отчет ленты хороших новостей. Он самый простой в реализации. Механика простая. За выбранные в панели параметров период отчет из базы данных вытягивает картинку и располагает ее на холсте. Почему картинка? Эту информацию за истекший период по новостям нам подготавливает подразделение внешних коммуникаций, и они присылают нам в виде уже готового файла. То есть просто они кладут этот файл в папочку, и мы его забираем в базу данных и уже отображаем в отчете. Кстати говоря, загрузка этих файлов тоже реализована через FineReport. Вот я сейчас продемонстрирую отчет, который позволяет записать в базу данных в бинарном виде картинку и в дальнейшем ее использовать в отчетах. Ну вот можем попробовать зафиксировать, например, какие-то краткие инструкции, где разместить в каком каталоге, с каким названием, но это больше такие моменты неинтересные. Но при попытке загрузить файлик в базу данных, соответственно, происходит коммит в базу. Ну и если что-то пошло не так, то возвращается сообщение с ошибкой. Ну вот могу продемонстрировать, например, на июль еще файлик нам не присылали коллеги, соответственно, в целевой папке его нет, ну и появляется сообщение о том, что загрузка невозможна. Но возвращаясь к нашему основному отчету, перейдем к следующему. Общая статистика фонда. Здесь представлена информация, агрегированная проекта, попроектно, то есть сколько поступило в фонд проектов, заявок, сколько из них одобрено, сколько профинансировано, какой портфель на текущий момент. Но по этому отчету стоит немножко отойти в сторону, рассказать про данные под этим отчетом. Как правило, регулярная отчетность у нас формируется на снэпшотах, то есть на срезах на определенную дату. И вот конкретно этот отчет интересен тем, что в зависимости от роли построившего пользователя, он работает с разным немножко функционалом. Вот в данный момент в панели параметров указана роль девелопер, под которой, собственно, я. И пользователям с этой роли доступны вот этот набор параметров, который позволяет зафиксировать снэпшот. Базово, когда пользователь с ролью девелопер строит этот отчет, он всегда строится на текущий момент, то есть на сейчас. Если информация, представленная в отчете, удовлетворяет, то мы фиксируем снэпшот в базу данных. И при последующем построении обычным пользователям отчет будет отображать последний зафиксированный снэпшот. Ну, вот я просто имитирую запуск отчета под пользователем с ролью юзер. И, как видите, он построился на последней в базе на текущий момент зафиксированный снэпшот 30 июня. Эта возможность реализована с помощью встроенных методов в пайн-репорта с добавлением... Ну, они все, естественно, это javascript-овые методы, поэтому небольшой код на javascript-е пришлось тоже написать, но он использует базовые какие-то вещи, то есть не требует глубокого понимания и глубокого знания javascript-а. В отчете также реализована детализация. При проваливании, при нажатии на конкретную итоговую сумму, то есть открывается детализированный отчет, в котором меняется набор параметров, есть возможность текстового поиска по наименованию организации. Динамически перестраивается Total, какая-то дополнительная фильтрация по отраслям, по программам финансирования, то есть у пользователя появляются дополнительные инструменты манипуляции с данными. Ну и также предусмотрена возможность перейти в кабинеты фонда для того, чтобы рассмотреть конкретный проект. Выше панели параметров расположена панель навигации и кнопка экспорта в Excel. Кстати говоря, эти кнопки кастомные, загружены нами в FineReport. Это доступно из коробки, но программирование, конечно, реализовано с помощью javascript. Но, опять же, это использование, как правило, использование базовых методов FineReport, которые описаны в документации с примерами кода и так далее. Так, ну, вернемся на главную страницу отчета. Можем рассмотреть следующий. Динамика одобрения и финансирования. Здесь накопительным итогом отображены одобренные проекты, профинансированные проекты. Он составной, состоит из двух, как видно, состоит из двух графиков. Это line chart, column chart. Но интересен он в первую очередь своей кастомизацией. Например, сочетание FineReport, javascript и html позволяют выделять на осях только выбранный в параметре отчета месяц. То есть, если я, например, выберу месяц апрель, соответственно, на оси будет выделен только апрель. Ну и, если обратили внимание, лейблы над текущим годом отображаются только по квартально. Ну, это было требование заказчика, чтобы лейблы отображались только у конкретного, у текущего года и у полностью завершенных кварталов. Также реализована детализация. Ну, детализация схожа с предыдущим слайдом. Общая статистика. Здесь ничего выделяющегося нет. Они достаточно типовые. Можно посмотреть отраслевое распределение займов. Здесь интересен момент детализации. При детализации, при нажатии на определенный сегмент бара происходит открытие детализации, но только по тому сегменту, по той отрасли, на которую мы тапнули. Ну, или нажали мышкой в случае, если это браузерная версия. Так, что еще? Что еще? Так, ну, я еще один сейчас покажу. Капитализация фонда. Здесь интересна реализация в правой части легенды, потому что она нетривиальная. Но в FineReport это делается достаточно просто. В FineBI это вообще невозможно. И в левой части интересен многосоставной пейчарт. В принципе, достаточно просто делается в FineReport. Ну, тоже добавление фантазии, конечно, но по своему опыту скажу, что во многих биоинструментах это сделать проблематично. И из коробки достаточно трудозатратно. Так, следующим этапом я бы хотел продемонстрировать тот же самый отчет, но на портативном устройстве. Так, сейчас я переключусь. На портативном. Так, перед вами экран планшета. В нашем случае это iPad. И попробуем построить те же самые отчеты, продемонстрировать верстку, как это выглядит на портативном устройстве. Хочу обратить ваше внимание, что приложение кастомизировано под корпоративный стиль. Например, иконка во время загрузки, картинка во время загрузки. Ее нам помогли сделать коллеги из отдела дизайна. То есть она легко настраивается в файн-репорте, добавляется без проблем. Собственно говоря, вот тот же самый отчет. Один и тот же. То есть это возможность файн-репорта автоматически адаптировать размер экрана. Точнее, адаптировать размер отчета под портативные устройства. Она вполне сносно работает и исключает необходимость формировать несколько копий отчета под разные устройства. Функциональность здесь абсолютно такая же. Есть возможность накладывать фильтры. Ну вот, кстати говоря, здесь, о чем я говорил выше, здесь я захожу под ролью пользователя обычного, и количество параметров здесь только присущие пользователю. То есть девелопера для фиксации снапшота в базу данных, параметры здесь отсутствуют. Так, ну давайте, наверное, те же самые можем. Ну вот этот могу показать, я его не показывал. Здесь динамика поступления заявок в зависимости от суммы займа, разбита по категориям. Ну и, соответственно, если мы хотим детализировать каждую категорию в отдельном отчете, нам достаточно тапнуть по конкретной, и будет построен детализированный отчет, в котором полностью функциональность соблюдена, как и предыдущие отчеты. Ну, также можно перейти в кабинеты. Так, теперь мне надо вернуться в браузер. Помимо использования отчета на устройствах, есть потребность выгрузки всех дашбордов из вот этого набора в PDF. Для последующей печати, чтобы распечатанный отчет попал уже на стол руководству. Для этого мы реализовали отчет по выгрузке, который позволяет пакетно выгрузить отчеты из набора в PDF. Ну, собственно говоря, при нажатии кнопки «Экспорт» происходит каскадный экспорт всех составляющих слайдов в PDF, и пользователю остается только объединить все файлики в нужном порядке в один большой PDF и отправить на печать. Прошу обратить внимание на то, что один и тот же отчет адекватно верстается и под печатную форму. Здесь четко соблюден размер А4, также он адекватно вполне открывается и в браузере, и на портативном устройстве. Более того, даже в среднего размера смартфоне отчет будет вполне сносно выглядеть, информативность его не потеряется. Так, ну и, наверное, напоследок я бы хотел продемонстрировать отчет по форме правовой экспертизы. Этот отчет ввода информации, мы его разработали для коллег из юридического департамента, которые формируют экспертизу правовую перед вынесением проекта на экспертный совет. То есть коллеги анализируют все фигурантов проекта, их может быть несколько, это обеспечители, ключевые исполнители, сам заявитель. То есть они проставляют какие-то параметры оценки. Стоит сказать, что в отчет информация попадает из нескольких источников. Например, в шапке заключения информация вытягивается из кабинетов, то есть это наши ДМС-системы. Например, по фигурантам данные тянутся из контрфокуса, то есть форма предварительно предзаполняется. Сотрудники юридического департамента проводят экспертизу, то есть какие-то заключения пишут. По каждому пункту формирует какое-то я условно здесь напишу. После того, как они сформировали, итоговый общий вывод формирует, сохраняет экспертизу в базе данных и экспортирует ее в Word. Сейчас я продемонстрирую, как это выглядит. Пока форма загружается, не могу загружаться, чтобы не спросить. Вот эта форма правовая экспертиза, она сохраняется, дублируется в Fine Report или вы делаете только выгрузки и в самой системе не храните никакие отчеты? Она сохраняется в базу данных при нажатии кнопки «Сохранить». Сохраняется в базе данных. Опять же, можно сохранить промежуточный вариант. То есть, сотрудник работал, провел анализ по первым двум фигурантам, по третьим отложил на другой день, условно говоря. То есть, он может построить по этому проекту экспертизу на момент последнего сохранения и продолжить работу над ней. Из особенностей, что можно отметить? Ну, если обратили внимание, в правой части для удобства пользователя вынесены пояснения и примечания. То есть, краткое описание каждого пункта, что необходимо сделать по этому пункту, какой анализ провести. Но если сотруднику они мешают как-то при работе, всегда можно скрыть принудительно. Ну и, соответственно, при экспорте в Word эти примечания и пояснения автоматически отключаются. Это реализовано с помощью JavaScript и, опять же, встроенных методов FineReport. Еще интересный момент. Это некий юзер-френдли функционал, который позволяет подсветить уже отредактированную область. То есть, если сотрудник внес какой-то текст, как-то закончил работу с конкретно этим пунктом, то выделяется фон определенным цветом. Но это для удобства пользователя. На самом деле, никакой фон в экспортную версию не попадает. Это только при работе с отчетом. Если его пересформировать, соответственно, никакой фон в базе не хранится. Что еще? На самом деле, наверное, эта форма, этот отчет, он самый нагруженный в части JavaScript. Но, опять же, повторюсь, что для того, чтобы это реализовать, не потребовалось каких-то глубоких изучений JavaScript. В принципе, достаточно было документации и примеров кода, которые там были представлены. Так, ну, собственно говоря, наверное, по демонстрации все. Если есть какие-то вопросы. Да, давайте еще раз обсудим, сколько примерно отчетов формируется в файл-эпорте. Может быть, есть какая-то статистика, как часто формируются отчеты вообще? Ну, на текущий момент порядка 50 отчетов в продакшене. Но в планах у нас перевод всей библиотеки отчетов, которые на reporting services реализованы, а их около 200. Но это преимущественно табличные отчеты. Ну, есть, конечно, и графические, но вот мы планируем перевести их все на Fine Report. Какие у вас сейчас источники подключены к Fine Report? Может быть, есть какие-то, которые сложно подключаются? Скажите, достаточно. На данный момент у нас подключены два источника. Это Microsoft SQL Server и Postgres. Потребностей подключения других не было, но с этими двумя проблем не возникло при подключении. Используете ли вы форму ввода в Fine Report? И в каких случаях, если используете? Ну, вот я ранее продемонстрировал форму правовой экспертизы, которая подразумевает ввод информации от пользователей с хранения в базу. Но также мы используем формы для сбора специфических показателей при подготовке отчетности. Потому что до некоторых источников вне фонда, например, мы дотянуться не можем. А у нас работают сотрудники, которые обладают этой информацией. Мы просим их, используя формы, внести данные, которые у нас хранятся, попадают в базу, да, и в наше центральное хранилище. И, используя эти показатели, мы некоторые отчеты строим. А кто является основными пользователями в Fine Report? У вас какие-то делали? На данный момент у нас основная разработка, это разработка регулярной отчетности, что я показывал для наблюдательного совета. Эти отчеты использует в основном руководящий состав. Ну, некоторые рядовые сотрудники. Но в дальнейшем мы, конечно, хотим перевести всех сотрудников на Fine Report. Тем более, если нам удастся всю библиотеку отчетов в Репортинг-сервис перемигрировать в Fine Report. Есть ли у вас отчеты с несколькими уровнями детализации? Ну, пока на данный момент таких нет. Уровень только один. Ну, я продемонстрировал в отчетах из пакета для наблюдательного совета. Там одноуровневая детализация. Пока у нас потребностей не было. Но, зная возможности Fine Report, это нетрудно. Вы говорили про то, что планируете создавать больше отчетов в Fine Report. Как происходит создание новых отчетов? То есть это только отдел разработки занимается этими отчетами или пользователи тоже могут инициировать создание отчетов? Ну, инициировать они могут, но разработку ведет только разработчик. Ну, то есть отдел разработки. Пользователь получает уже готовый продукт. А для того, чтобы использовать форму бода, какие права нужны? Достаточно прав юзера или должен быть именно девелопер? Нет, вполне достаточно пользователей, юзера. А как вы кастомизируете отчет? Вы рассказывали про JavaScript, но, возможно, вы используете плагины или... Ну, по кастомизации, да. Это в основном использование JavaScript, HTML, CSS, добавление картинок, иконок, возможность использования Unicode, символов, ну, опять же, при использовании HTML. Но, что касается плагинов, плагин во время разработки отчетов мы не используем. Больше мы используем плагины для каких-то сервисных вещей, например, добавление иконок в библиотеку FineReport, кастомных, добавление отсутствующих шрифтов. Также мы используем системный плагин, который позволяет копировать некоторые базы, пардон, некоторые таблицы из базы данных LongDB. Это встроенная база данных FineReport, которая пишет все действия пользователей. И, соответственно, этот плагин позволяет частично или полностью синхронизировать таблицы из этой встроенной базы данных в какую-то внешнюю. Ну, то есть у нас часть из этих таблиц синхронизируется с нашей внутренней, с нашей базой данных на SQL-сервере, которая позволяет анализировать активность пользователей. Ну, то есть собирать некую аналитику, какие из отчетов строятся более популярные, какие наименее редко используемые и так далее. Для создания отчетов какой период данных вам примерно нужен, потому что у вас есть и прогнозные отчеты, и отчеты, которые связаны с аналитикой прошлых периодов. Возможно, у вас есть какой-то регламент, да, я понял. Ну, в основном у нас отчеты формируются ежемедельно и ежемесячно, и, как правило, они используют ретроспективные данные. То есть мы в будущее не прогнозируем. В основном у нас отчеты строятся либо реал-тайм на текущий момент, либо отчеты строятся уже на зафиксированные срезы в прошлом. И мой последний вопрос, верно. Вот в форме правовой экспертизы внутри таблицы зашиты фильтры. А как вы эти фильтры туда добавили? То есть это в каждую графу отдельно добавлен фильтр или это какие-то общие фильтры для всей таблицы? Этот элемент называется виджет. Их много видов и форм. Вообще правовая форма правовой экспертизы использует базово один параметр это номер проекта. По номеру проекта определяется ННН заявителя и фигурантов по проекту и дальше уже из базы данных и из контрфокуса тянется информация по ним. Но что касается варианта выбора цвета при заключении по каждому разделу экспертизы. Варианты которые используются в этом Dropbox виджете они тянутся из встроенного в FineReport источника датасета. То есть FineReport позволяет создать кастомный источник. То есть хардом внести значение вот конкретно под этот виджет создан датасет ручной можно так назвать в котором три значения и в зависимости от выбора значения меняется цвет фона ячейки. Ну и соответственно это же значение пишется при коммите в базу чтобы в дальнейшем при построении отчета форма поняла каким цветом закрасить ячейку в зависимости от того значения которое хранится в базе. Аксения спасибо за ваш рассказ было очень интересно у вас очень интересные отчеты очень много отчетов надеюсь что продолжите переносить отчеты в FineReport и удачи вам спасибо спасибо большое хорошего дня спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok